Кто-то вон кинул жвачку на песок. Вот такой вот номер за 400 гривен. Тут даже дельфины заплывают, сейчас может всплывет, мы увидим его. Вот такая вот вся вода на любой глубине. И Кимбургская коса, это национальный парк Белобережья Святослава. Первый раз выбрались в путешествие после карантинного. Это у нас город Очаков. А как же первое? Второе утро? Это же Одесса первая? Одесса не считается, это такое. Поработать? Да. Поехали с Николаева на Плаблакар и в первый раз в жизни проезд стоил за двоих 110 гривен. Вот это будет наше жилье. 446 гривен за сутки. Там еще есть общий душ, туалет, кухня. Вот мы и добрались до пляжа. Ну, довольно людно и тепло. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас везде водоросли цветут, поэтому вода такая мутная, еще плавают какие-то остатки даже водорослей. Перешли на другое место. На прошлом месте, где лежали, кто-то вон кинул жвачку на песок. Что значит? Идиот. Что значит? Цветут водоросли. Вот такая вот вся вода на любой глубине. Вот это теоретически один из главных пирсов в Очакове. Отсюда приходит катер с кимбургской косы. Но это не просто пирс для катеров. Отсюда и можно попрыгать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Стоит отойти чуть-чуть дальше от того пирса и тут все, уже нормальная чистая вода без водорослей. Первый день в Очакове закончен. Теперь пора пойти найти АТБ. Друг всех бэкпекеров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Бэкпекеров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. может он знает место где можно поселиться сказал селитесь у меня у моей жены или или у родственников поэтому сейчас переселяемся в другое место у них дешевле ближе к морю да и не сильно хуже вот такой вот номер за 400 гривен душ кухня туалет все общее а теперь мы направляемся в главный музей города очакова это военно-исторический музей имени суворова надеюсь он сегодня открыт все на море мы музей а вот и наш музей вход музей стоил 70 гривен с человека чтобы посетить все экспозиции второй день на пляже водорослей уже поменьше но и вода холоднее в очакове даже делают какое-то благоустройство от рядышком парк постелили дорожки из плиточки поставили урны и скамейки последний день в очакове сегодня будем плыть на ким вот с этой баржи приходит корабль антон и везет наш аж туда далеко проезд 80 дают вам вот такой вот корешок вот и кимбургская коса сюда еще ходят такие быстро ходные катерки но не подороже кимбургская коса это еще и национальный парк с этой стороны лиман южный бух впадает черное море а вот с той стороны уже море ожидаю увидеть тонну мусора все-таки туристов сюда возят вода заметно чище но есть еще и медузы кажется кимбургскую косу еще называют украинскими мальдивами но это не точно вода прохладная но чистая на пляже есть какие-то маленькие кафешки думаю тут и переночевать можно где-то в палатке особенно если она ваша туда же дельфины заплываю час может всплывет мы увидим его вот там где две тети в воде рядышком с ними но он может побоится а а тут огромные такие медузы как ведро сейчас удастся заснять одну и кимбургская коса это национальный парк белобережье святослава теперь пришло время прогуляться аж на самый край косы где море сливается с лиманом это море тут лиман под вечер коса пустеет большинство туристов едут обратно в очагов на удивление нету мусора практически да или люди стали совестливыми или убирают ну лис назад у наше жилье и николаев будем ехать тоже с этим человеком который наш сюда и привез жили у него приехали сюда на его машине и назад в некоторых местах дорога от николаева до очакова настолько ужасная что люди предпочитают ехать по грунтовой дороге на соседних полях ну вот мы и добрались николаев если стоит вопрос ехать ли в очагов то тут надо подумать потому что если будет очень жаркая погода когда несколько недель будет стоять температура около 35 то водоросли начнут свететь и вода будет такого зеленоватого оттенка с кучей таких маленьких частичек водорослей а вот на кимбургскую косу можно ехать в любое время только главное чтобы было тепло и вы могли покупаться это стоящее место должны понимать что в очагове лиман то есть как бы вода чуть-чуть застоянная там кристально чистой воды ожидать не нужно но местные говорят что вот мы попали на сезон светения водорослей из-за этого вода была зеленая но она была не грязная это просто как естественный процесс что касается кимбургской косы то есть естественно если вы хотите там остаться возможно это просто прекрасно но вы должны понимать что цены там будут на порядок выше и условия чуть-чуть конечно приближенные к спартанским все таки потому что все завозное не знаю как там обстоят дела с водой и так далее для бюджетных туристов путешественников есть катерочек который отходит от причала и приходит фактически на пляж то есть с одной стороны пляж лимана с другой стороны в двух минутах от ебы уже черное море открытое с чистой водичкой ну естественно нужно угадать день запасайтесь водичкой там берите что-то с собой и проводите прекрасное время на кимбургской косе друзья на это все всем пока пока